привет всем вы на канале у татьяны дорогие зрители подписчики моего канала сегодняшним видео мы займемся опять очень полезным нужным и своевременным делом мы приготовим луковый отвар луковый отвар я уже кстати приготовила зачем сейчас расскажу все мы знаем что лук очень полезное растение оказывается луковая шелуха тоже полезно не масса витаминов минералов и полезных веществ которые нужно использовать и используем мы их во благо огородним культурам и не только а также комнатным посмотрите здесь у меня находится луковый отвар как его приготовила сейчас расскажу взяла горсть луковые шелухи и 2 литра воды отварила на медленном огне дала настояться процедила и луковый отвар готов что с ним дальше делать очень просто берем луковый отвар и выливаем в ведро здесь мне 8 литров теплой отстоянной воды сюда и выливаем все хорошо перемешиваем вот так и готово это и удобрение это и лекарство для всех огородних культур больше всего вот такую настойку вот такое удобрение любят такие культуры как огурчики помидорчики перцы тыква кукуруза в общем то все как использовать расскажу берем литр такого раствора и вносим под каждое растение помните если использовать такое удобрение по листу желательно это делать вечером когда солнышко зашло что же дает нам такое удобрение во-первых насыщает наше растение полезными веществами и микроэлементами во вторых никакие болезни не поселятся потому что луковая шелуха богата фитонцидами и кстати если ваши растения растут в теплице как у меня что я делаю в целях профилактики от насекомых вредителей можно сделать такую манипуляцию берем 2 литра вот такого отвара можно и побольше можно и поменьше концентрата и ставим в теплицу закрываем дверь на ночь и я вас уверяю что никакие насекомые вредители не поселиться в вашей теплице потому что запах их отпугивает кстати вот таким концентратом вот таким удобрением уже разведенным можно поливать просто почву чтобы грибки не селились в ней я думаю что сегодняшнее видео оказалось для вас интересным нужным и полезным кстати если вы хотите чтобы ваши растения хорошо плодоносили хорошо завязывались обязательно перед тем как они должны завязаться вы видите что они цветут нужно обязательно пролить почву под растениями вот таким раствором минимум два раза с интервалом 5-7 дней я думаю что урожай вас удивит шелуху который остается после лукового отвара я не выбрасываю а использую как вторпродукт для того чтобы ваши ягодные кустарники хорошо плодоносили ее нужно использовать ставлю под кусты под крыжовник под смородину и другие ягодные кусты понравилось видео жмите лайк делитесь друзьями пишите комментарии до новых видео и до новых встреч пока пока